Твои имя Отца и Сына и Святаго Духа. Из поучения Святаго Иоанна Златоустого на послание апостола Павла к римлянам. Если вера есть причина дара, ей утворятся чудеса и все это от Бога, то на каком основании ты думаешь о себе много? Ведь если бы Бог не пришел на землю и не воплотился, то вера не имела бы таких успехов. Таким образом все блага имеют в начале в Боге. И если Он сам дает, то умеет и разделить. Он сам всех сотворил и о всем одинаково печется. От Его человеколюбие зависело как дать, так и сколько дать. Тот, кто явил благость в главном, именно в том, что сообщил дары свои, не оставит тебя и в отношении меры. Если бы Он хотел лишить тебя чести, то не дал бы тебе и самого первого. А если Ему благоугодно было спасти и почтить тебя, а для того Он и пришел на землю и распределил такое множество благ, то для чего ты приходишь в смущение и страх и из разумного становишься глупцом, стыдя себя больше, чем глупый по природе. Быть глупым по природе не составляет вины, а сделаться глупым, имея разум, неизвинительно и влечу за собой большое наказание. Таковы те, которые по причине своей мудрости много о себе думают и впадают в крайние высокомерия. «Ничто ведь так не делает глупым, как кичеливость». Потому и пророк, называя варвара глупцом, говорит. «Глупый глупая, — говорит Исайя 32,6, А чтобы ты мог заключить его глупости из собственных речей его, послушая, что говорит он. «Выше звезд небесных поставлю престол мой, и буду подобен Всевышнему». Исайя 14,13-14 «Вселенную всю объему рукой моею, как гнездо, и я, и как оставленные яйца возьму?» Исхода 10,14 «Что может быть глупее этих слов? Но и всякое хвастливое слово легко навлекает на себя такое же нарекание. Если буду тебе представлять все речи высокомерных, ты не различишь, высокомерным ли это сказано или глупцом. Таким образом, в них один и тот же недостаток. И другой варвара говорит опять. «Я есть Бог, а не человек?» И языки Иля 28,2 «И еще другое. «Невозможет Бог спасти вас или исхитить из рук моих?» Даниила 3,15 «Также египтянин?» «Не знаю Господа и Израиля, не отпущу» Исхода 5,2 «Таков и безумец, упомянутый у пророка, говоривший сердце своем, нет Бога» В Солом 13,1 «Таков и Каин, сказавший, «Разве я сторож брату своему?» Бутея 4,9 «Различишь ли ты, какие слова сказаны высокомерными и какие глупцами?» Высокомерие, не соблюдая меренности и возникая помимо ума, почему и называется высокомерием, создает и глупых, и тщеславных. «Если начало премудрости есть страх Господень, то начало глупости есть неведение Господа». Итак, если ведение Бога есть мудрость, а неведение – глупость, неведение же происходит от гордости, то следует, что гордость есть крайняя глупость. Таков был и навал, если не пред Богом, тот пред человеком, сделавшийся от высокомерия безумным. Впоследствии он умер от страха. Как скоро человек потеряет меру благоразумия, то по причине душевной слабости делается вместе и робким, и дерзким. Как тело, когда потеряет равномерное соединение жизненных сил, становится расстроенным и подвергается всяким болезням, так и душа. Когда утратит свою возвышенность несмиренно мудрее, впавшим в некоторое болезненное состояние, делается и робкою, и дерзкою, и безумною, и, наконец, перестает узнавать саму себя. А кто не знает самого себя, как узнает то, что выше его? Как одержимый умопромешательством, когда не узнает себя, не узнает и того, что у него под ногами? И как глаз, когда сам слепо мрачает и все прочие члены? Так бывает и с высокомерием. Потому высокомерные, несчастные и помешанных в уме и глупых по природе. Они возбуждают смех, подобно последним, и неприятны, подобно первым. И хотя столько же расстроены в уме, как помешанные, но не возбуждают столько сожаления, как те, Они безумствуют, как и глупцыни, но не заслуживают оправдания, как те, а внушают только одно отращение. Имея недостатки тех и других, они лишены оправдания, подобно тем и другим, Будучи смешны не только своими речами, но и всеми приемами. Скажи мне, для чего ты вытягиваешь шею? Для чего ходишь, приставая на пальцы, поднимаешь брови и надуваешь грудь? Ведь ты не можешь волосы сделать белым или черным, А ходишь будто по воздуху, представляя себя ладыкой всего. Тебе, может быть, хотелось бы, чтобы у тебя выросли крылья, Чтобы не ходить тебе по земле. Может быть, тебе желательно сделаться необыкновенным. А теперь, разве ты не делаешь из себя чудо, когда, будучи человеком, замышляешь летать? Но лучше сказать, ты летаешь уже внутренно, все тебя поднимает вверх. Как мне назвать тебя? Чем истребить твое высокоумие? Если я назову тебя пеплом, прахом, дымом и пылью, То я хотя и назвал низкие предметы, но ни один не изображает тебя в точности, как я хотел бы. Ведь я желаю представить всю надутость и пустоту людей высокомудрых. Какой же нам найти образ им соответствующий? Мне кажется, что они подобны зажженному льну. Как вспыхнувший лен, по-видимому, раздувается и приподнимается, Но от легкого прикосновения руки опадает и оставляет самый мелкий пепел. Таковы же и души высокомерных. Их пустую надутость может смирить и уничтожить случайные прикосновения. Всякий высокомерный по необходимости должен быть слабым, потому что высокое не бывает крепко. Но как водяные пузыри скоро лопаются, так и высокомерные легко погибают. Если ты не веришь этому, то представь мне человека на головах, И высокомерно увидишь, что от случайного обстоятельства он приходит в большую робость, Чем иное падение. Как ворос быстро обращается в пепел, когда вспыхнет, Охвативший его пламень. И толстые деревья нелегко воспламеняются и долго поддерживают пламя, Так души твердые, непоколебимые, с трудом и воспламеняются, и сгорают. А над слабыми в одно мгновение времени совершается и то, и другое. Итак, зная это, будем упражняться смиренно-мудрее. Нет ничего могущественнее его, а на тверже камня крепче адаманта Ставит нас в большую безопасность, чем крепости, города и стены, Будучи выше всех ухвечрений дьявола. Тогда как высокомерие делает нас доступными всяким случайным нападением, Лопаясь, как сказано выше, легче водяного пузыря, Разрываясь скорее паутины и рассеиваясь быстрее дыма. Потому, чтобы нам утвердиться на твердом камне, Отложив высокомерие, возлюбим смиренно-мудрее, Тогда и в настоящей жизни найдем спокойствие в будущем веке, Насладимся всеми благами, благодатью человека, Любим Господа нашего Иисуса Христа, С которым Отцу и Святому Духу слава держа во честь, Ныне и приискно, и во веки веков. Аминь.